всем привет с вами алексей 1 июня 2021 харьковская область украина сегодня будет видео в котором будем попытаемся выяснить два секрета приживаемости растений если конечно у нас это получится и рассмотрим разные аномалии с которыми я сталкиваюсь итак первое фундук сорта трапезунт вот эти два растения вот их толщина как видим она была длиннее я потом весной после угрозы заморозков подрезал вот второе растение как видим развитие идет хорошо умирать они не собираются а почему они должны были умирать да потому что осенью при разделке саженцев сорта трапезунт эти растения упали на землю ну там в листья в грязи и просто валялись были обнаружены дней через десять были уже морозы по 7 градусов я точно помню минус 7 то есть понятное дело шину по всем по всем показателям это трупы но я эти трупы сразу прикопал хорошо их поливал и вот так вот очень хорошо укутал на зиму солома они были полностью закрыты и как видим пока растения живы и развиваются нормально возможно они еще засохнут но я уже в это не верю я вижу по их развитию что растения не умрут трапезунда приживаемость вот таких маленьких растений достаточно слабая поэтому я это все ну как бы отношу к аномалиям потому что считал раньше что даже заветренная корневая не то что считал а это подтвержденные факты что заветренная корневая при посадке и при выкопке саженцев очень плохо влияет вплоть до смерти растения как видим здесь этого не происходит с растениями все хорошо какой секрет секрет простой очень большая воля растения именно этих растений к жизни скорее всего и хорошее мульчирование очень толстым слоем соломой то есть солома здесь и есть скорее всего секрет выживаемости растения были были полностью прикрыты несмотря на суровую зиму они выжили это замечательно фундук сорта сирена вот я его уже обрезал весной потому что по каким-то причинам его верхушечка начала сохнуть это вот пошла жара у нас было и я его обработал от личинки майского жука хруща и подрезал посмотрите прекрасное развитие значит это весенняя посадка растения с нормальной корневой сегодня было хорошо и вот начала резко засыхать секрет секрет это вовремя обрезал оставил вот верхнюю и нижнюю почку подстраховочную одну из них потом уберу и с одной пойдет растение то есть растение спаслось здесь секрет скорее всего в своевременной и правильной подрезки растения чтобы дальше не шло усыхание медвежий орех молодые растения был посеян не взошел в первый год на второй год взошел соответственно взошел и на третий год вот его видно тоже считаю небольшой аномалия так как провести такое время в земле не сгнить и прорасти это блин это серьезно на самом деле секрет какой секрет наверное на самом растении то есть достаточно толстая у него очень скорлупа и она все-таки растения выжила и получив опять хорошую влагу соответственно взошло тогда когда ему было комфортно так четыре растения показываю от одного из блогеров значит вот здесь ну такое помощнее развивается более-менее но подмерзла при том что я прикрывал когда были обледенение весенние прикрывал корневая была нормально у растений вот здесь видите ну как бы не очень я считаю результаты не очень так третий сорт он был маленький я его присыпал соломой и почему-то здесь ситуация получше сорт трухеса а вот барбакан вот он толщина увидел изначально был самый маленький но корневая была более-менее и он это уже второй раз я беру в одном и том же месте и второй раз барбакан пропал то есть секрет выживаемости растений таких несмотря на утепление хорошие соломой либо что-то с саженцами либо вот морозостойкости не хватает я не знаю какой здесь секрет ну вот следующий барбакан если я буду приобретать то в другом месте и большой толстый саженец с огромной корневой и буду укутывать его агроволокном вот такой секрет фундук сорта а на клеури шикарный сорт поросль выжила произведена была подрезка сейчас хорошо пойдет в рост а само растение как видим ну как бы не очень вот здесь пошли прирост это при том что растение было супер ухоженное у меня не этот сорт нравится поэтому я за ним хорошо ухаживал все меры предосторожности при прикрывался на весенних заморозков у меня сильных не было то есть это все произошло зимой это даже при том что некоторые ветки я прикрывал до одну из веток точно прикрывал с полиэтиленом с пузырями общем к сожалению не помогло то есть скорее всего секрет в том что само по себе растение не имеет достаточной именно морозоустойчивости зимой зато растение этого сорта имеет сумасшедшую засухоустойчивость выживаемость и в том месте где я брал у хозяина у него маленькие огрызки этого растения прям в поле водооткрытом участке показали себя прекрасно поэтому пока вопросы с выживаемостью с морозостойкостью еще решаются секрета пока еще не готов сказать ну скажу точно что этому растению я буду посоветовал бы все-таки хорошо укутывать на зиму агроволокном так фундук сорт пирожок хорошо развивается вот здесь пригибались ветки вернее они пригнут под пригибались и потом они ближайшие дни уже будут пригибаться и одна из веток она полностью она не сломана с ней все хорошо и вот посмотрите что здесь происходит она абсолютно не развилась вот здесь что-то там наросты появились скорее всего пойдет то есть она как бы под засохла при этом было абсолютно нормально значит какие выводы я делаю скорее всего возможно что как-то у меня были небольшие заморозки хотя ну меньше нуля и ниже нуля я не видел температуру весной но возможно вот какая-то полоса типа прошла и растение под замерзла либо щук это причина может там хрущ подъел именно корешок этой ветки я не знаю ребят это аномалия секрета не могу сказать но таких веток есть и ни одна на участке поэтому очень неприятная ситуация но она есть и к сожалению рецепта как с этим бороться я пока не знаю фундук сорта шедевр значит ранее ранее осенью это если не ошибаюсь трехлетка была я их рассадил то есть с другого участка вместе с комом земли как смог выкопал перенес сюда подбросил под него быстро растворимые сухие удобрения фосфора калины называется для осеннего внесения жменьку буквально и вместе с комом посадил и хорошо поливал развитие замечательно подрезка не производилась не производилась то есть по всем правилам она должна была производиться но она не производилась вот здесь то же самое тот же шедевр такая же сама ситуация только ранней весной вернее уже не ранней весной а весной после угрозы возвратных заморозков я этот кустик хорошенько подрезал срезал достаточно много как мину наверное где-то около половины этого растения процентов 30 как минимум и как видим она продолжает замечательно развиваться прекрасный лист и есть вот будущий орех я думаю вам видно эти собирается дать урожай такой же третий куст состояние великолепно то есть пересадка трехлеток с комом земли показала себя вообще великолепно пару слов о небольших растениях они у меня прекрасно приживаются и даже не даже абсолютно небольшие вот толщина палец у меня не сильно большие кстати пальцы вот посмотрите сорт шедевр все прижилось замечательно следующий у него тут вообще как бы я думал что он даже не разовьется он очень долго сидел почки были не очень возможно немножечко подмерз но все прошло нормально и развитие пошло и догоняет пытается догнать своих собратьев какой здесь я считаю секрет приживаемости моих саженцев секрет очень простой эти участки они считаются закрыты и полу закрыты и поэтому на закрытых и полу закрытых участках как правило небольшие растения при укутывании соломой мульчирование это еще один из секретов да это вот мульчирование закрытые полу закрытые участки результаты замечательные по крайней мере у меня точно на открытых площадках в полях холодные ветра там ситуация саженца немножко другая поэтому мы все таки пришли к выводу что на такие участки надо и агроволокно использовать если саженец небольшой или соответственно что очень желательно высаживать более крупный саженец пусть это будет однолетка но однолетка должна быть толстая мощная с хорошей корневой системой и тогда результаты намного намного лучше ранние ранние осенью что тоже я причисляю все-таки к секретам приживаемости больших растений вот эти четырехлетние растения сорта здесь еще определяется барселонский каталонский каталонский но возможно есть еще барселонский были пересажены где-то с комом земли где-то ком этот под рассыпался уже как получалось но в основном с комом очень сильно были повреждены корни то же самое фосфорокалийная рассыпчатая быстрорастворимая под корень с комом земли посадили и поливали и верхушечки в виде эксперимента вообще растение не трогалось не подрезалась а должно было подрезаться суровая зима минус 22 точно было участок соответственно закрытый и все прошло хорошо растения хорошо себя чувствуют вот ну чуть-чуть типа хлорозит немножко но честно говоря я ожидал что она даже сразу сбросит лист она лист ребят не сбросила и четырехлетние растения еще долго оставалось с листом этой осенью она выжила и она прекрасно себя чувствует если до середины лета не под засохнет в чем я очень сильно сомневаюсь судя по его развитию то мало того она еще и цвело и я не удивлюсь если еще орех я здесь увижу вот такие четырехлеточки есть побольше есть поменьше вот один из них немножко хуже себя чувствует листочек мелкий и вот несколько под засохших веточек причина неизвестна от майского жука я обработал так как я все-таки но подозреваю майского жука хотя ребята говорят что если майский жук то тогда все растение увядать это правильно ну может быть какой-то заморозок был но по крайней мере пока с ним тоже все нормально но вот он единственный такой под небольшим подозрением этот вообще красавчик ничего не подрезалась корни но вы посмотрите какое растение да вы можете представить себя коню была корнева я выкапывал ну буквально вот 10 сантиметров окружность брал там грубо говоря радиус там 10 сантиметров может 15 и соответственно очень сильно повреждал корни боковые и при этом как видим каталонский просто поражает именно пересадка четырехлетних растений оказывается абсолютно возможно посмотрим как он будет себя вести дальше болеть не болеть но чуть-чуть хлорозе чуть-чуть не сильно вот а так за ним обычный уход все как положено все нормально единственное какие у меня пока вопросы каталонскому барселонскому пока растения я вижу ореха я особо не вижу фундук сорта трапезунт однолетние отводки скажем так не самые мощные перезимовали в прикопе под соломой ранее весной были выкопаны высажены в так называемую школку и даже не политы во влажную землю потом дождь пошел там на следующий день через день приживаемость стопроцентная секрет успеха скорее всего это хорошее качество саженцев и вот так они выглядят замечательно и солома солома которую под которой они перезимовали а трапезунт осенней посадки тоже здесь саженцы были многие еще меньше по размеру соломкой они как бы ну была солома но не сильно они были прессы засыпаны на самом деле уже прямо стоящим положение такой тут более менее открытый участок и результаты намного хуже вот допустим есть прям выпады 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 плохо развивающиеся растения выпады в общем но где уже покрупнее пошли растения покрупнее растения выживаемость лучше соответственно секрет какой растение должно на открытых участках быть крупнее по размерам из более менее нормальной корневой здесь вообще смешная ситуация растения сорта боровской и лазовской были выкопаны саженцы рассоединены их скажем так мел вся мелочь которая не подлежала продаже она просто вместе с листьями подчеркиваю вместе с листьями это считается что уже вообще категорически запрещено трупы вместе с листьями было с был сделан прикоп и прикоп в положении практически лежа и сверху все это было засыпано соломой то есть торчали только небольшие кусочки там сантиметров по 10 по 20 ребята выживаемость стопроцентно посмотрите мелочевка но все выглядит великолепно пожалуйста все выжили вот я не я не вижу здесь не на трупа я их потом приподнял и соломой под засыпал за ними ведется уход все как положено и будут шикарные саженцы вот такая ситуация секрет выживаемости скорее всего солома солома толстый слой соломы лежачее положение саженца и солома то есть мы просто спасаемся от морозов и у такая вот прекрасная замечательная выживаемость этих там вы даже не представляете какие там огрызки там и корней на некоторых вообще практически и не было грубо говоря результаты я считаю просто потрясающие вот такая вот такие аномалии надеюсь видео было вам полезно если у вас есть какие-то соображения по этому поводу пожалуйста напишите в комментариях подпишитесь колокольчиком звенящим кто еще не подпишался поставьте лайк пожалуйста кому понравилось это видео какие выводы я хотел бы сделать значит никаких сильно особых правил оказывается нет конечно больше шансов выживаемости у саженца который крупный сам по себе неважно однолетка это двухлетка трехлетка на самом деле для формировки зачастую мощное однолетное растение еще и лучше и соответственно развитие у него бывает намного лучше до чем у более взрослых растений она не так травмируется соответственно и вы можете сформировать из него то что нам нужно единственное что скорее всего это растение должно быть достаточно мощно и все-таки сейчас такие зимы пошли весенние заморозки что я бы особенно на открытых участках в полях на севере украины там ну есть регионы где вот у меня тоже тут не мед далеко далеко не мед вот я бы все-таки использовал агроволокно при закладке молодых садов укрывал бы все-таки растение особенно южных сортов там трапезун даже шедевр можно прикрывать там моноклеурика романовский морозовский тогда результаты конечно будут получше все-таки вот укрытие соломой полное укрытие прекрасно себя показала даже с прикопами из пересадка весной растений замечательные результаты и всегда хорошие результаты у пусть даже небольших растений на закрытых и полу закрытых участках поэтому есть такое мнение что все-таки надо задуматься насчет больших посадок промышленных полей что там тоже должны быть у вас посадки либо лещина либо фундук должен защищать с ветреной стороны все-таки защищать ваши растения если особенно они таких более нежных стих сортов скажем так если вы сомневаетесь то можно высаживать супер морозостойкие сорта там иван теевская селекция туда относятся которые абсолютно не боятся весенних заморозков и зимних морозов ну и пару слов по европейской селекции тут не всем это понравится но дело о том что как она есть рассказываю по моей информации а значит у меня лично что прекрасная морозостойкость у нее замечательно растения растут но почему-то качество самого ореха отстает да то есть пустой орех попадается и не то качество ореха почему-то в наших условиях которое должно быть вот такая вот ситуация а по крайней мере я говорю сейчас за харьковскую область на западной украине с этими сортами все замечательно ну информация еще проверяется о них не хочу заранее говорить но я их с основных участках уже убирал в основном и все-таки больше интерес представляют наши украинские сорта и сорта иван теевской селекции то есть очень интересного высокая урожайность морозостойкости неприхотливость так как такие сорта у допустим как тот же трапезунта на креурика романовский морозовский возможно даже некоторые другие все-таки к ним подход нужен ну более скажем так ответственные результаты будут естественно очень хорошие так как орехи очень крупные очень товарные там по показателям прекрасно но и надо быть все-таки более осторожным потому что есть ребят есть вопросы по поводу приживаемости растений вопросы есть и касается это я думаю всех потому что я слышал такие истории и про известные питомники большие в которых грешат на перекорм растений даже называя их наркоманами да то есть на человек получал огромные саженцы с огромной копной при этом очень плохая была приживаемость прям выпадала целыми полосами скажем так это при весенних посадках то есть о заморозках там речи быть и не могло даже так же это касается и более мелких производителей и поэтому все выясняем все как всегда ищем так сказать причины но основные я думаю я вам все-таки довел в этом видео поэтому покупайте нормальные саженцы нормального размера и сами тоже ухаживайте и в зависимости от сорта и от ваших условий а пожалуйста принимайте дополнительные какие-то меры для перестраховки чтобы не терять саженцы всем спасибо огромное кто смотрел всем огромный привет из харькова и всем пока не терять саженцы всем пока что